Праздник в честь 55-летия полета Николаева завершился в театре оперы и балета. 11.30 по московскому времени с космодрома Байконур залетает ракета с советским космонавтом номер 3 Андрианом Николаевым. Каким он был этот день? 11 августа 1962 года. Сегодня вспоминали и в театре оперы и балета в Чебоксарах. Представить, каким он был для самого Николаева, помогает выставка. Вот, например, изображен скафандр, в котором летал Андриан Николаев. После полета в Гагарин и Титово скафандр усовершенствовали. Так нужно было сделать, чтобы при приземлении на воду он оставался герметичным. Большой популярностью на выставке пользовался стол с космической едой. Это макеты и оригиналы космической пищи, то есть пищи космонавтов, среди которых мы можем увидеть в брикетах хлеб. Это образец говядины с картофельным пюре. А правда, что суп, вот, можно, да, я возьму, что супы вот в таких вот были упаковки? Да, жидкая пища была в основном именно в тюбиках. Вы представляете, вот это рассольник. Попробовать еду, конечно, никому не разрешали, зато на мастер-классах ждали всех. У Дениса из Шоршельской школы получился Сатурн. Как ты думаешь, что самое сложное в профессии космонавта? Это не растеряться в непредсказуемый момент. Непредсказуемых моментов в полетах Андриана Григорьевича было много. Третий советский космонавт во многом был первым. Об этом рассказал нынешний экипаж МКС. 11 августа 1962 года на орбиту спутника Земли был выведен космический корабль «Восток». Его пилотировал летчик-космонавт Андриан Николаев, замечательный сын чувашского народа. А 12 августа стартовал его звездный брат Павел Попович. Ваш земляк совершил самый первый в истории космонавтики длительный полет. Продолжительностью трое суток, 22 часа, 22 минут. Я рад приветствовать всех вас на торжественном мероприятии приуроченному 55-летию полета в космос нашего Андриана, легендарного великого сына народа Чувашии, который полетел 11 августа в космос, поднял народ Чувашии, чувашский народ на мировой уровень. Космонавт Советского Союза номер 3. Всегда номер один для Чувашии. Он не только полетел в космос сам, но и вознес имя республики на космическую высоту. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. Олег Якимов, Республика. Продолжение следует...